Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елена Косолапова. В этом выпуске поговорим о том, как может измениться бюджетная политика в Соединенных Штатах по итогам президентских выборов, которые состоятся в Соединенных Штатах уже очень скоро. В гостях у нас в студии сегодня Фуат Панахов, главный операционный директор компании «Баку-Пэй». А по видеосвязи из Соединенных Штатов к нам присоединяется Ирина Цукерман, журналист. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что сегодня с нами. Здравствуйте! Большое спасибо за приглашение. Фуат Малим, хочу сначала обратиться к вам. И вот новости последние. Дефицит американского бюджета на конец финансового года 2024 составил 1,083,000,000,000 долларов. Просто для наших зрителей поясню, что финансовый год в Соединенных Штатах длится с октября по октябрь. Соответственно, вот недавно он закончился. По сравнению с 2023 финансовым годом вырос этот дефицит на 8%, при том, что вроде бы и доходы бюджета росли, выросли они на 11% за 2024 финансовый год. Но из-за того, что расходы растут еще быстрее, вот такой огромный дефицит образовался. Как вы считаете, какие риски несет для государства такая большая разница в расходах и доходах бюджета? Сейчас я говорю даже не столько про Соединенные Штаты, а вообще в мировом масштабе, какие риски от такой разницы исходят? Спасибо большое за вопрос. Очень важно понимать, что мы подходим к логическому завершению, к выборам в Соединенных Штатах Америки. И в Америке очень часто говорят, что последний год до выборов, он называется спекулятивным годом. Это когда нынешняя администрация пытается разгонять расходы, понижать инфляцию, увеличивать количество рабочих мест и так далее. И поэтому в этом свете мы должны понимать, что все, что происходит на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки, это связано в основном с предстоящими выборами, до которых уже осталось совсем мало. Международная практика показывает, что соотношение госдефицита к ВВП не должно превышать однозначные цифры, то есть не должно превышать 10% от ВВП. Но здесь мы должны понимать, что у США существует особая экономическая модель, что у них специфика их бюджета, что существует специфика бюджета, очень высокие государственные расходы на различные госпрограммы. И здесь надо обязательно это учитывать. Какие риски она в себе несет увеличение госдолга, увеличение, точнее, дефицита бюджета, это, естественно, в первую очередь, это высокая инфляция, она может сопровождаться очень высокой инфляцией. В то же самое время, если мы говорим о глобальных эффектах этого, то, как вы знаете, инфляция может быть также экспортирована и в другие страны. Так как США является глобальным игроком на экономической арене мира, то, естественно, вся турбулентность, которая происходит в экономике США, она сразу касается и всей мировой экономической системы. В то же самое время для инвесторов экономика становится менее привлекательной, так как государство начинает заменять тем, что одалживает все больше денег у госрезерва, начинает заменять этим инвесторов. В то же самое время высоким риском является то, что, как вы знаете, доллар является резервной валютой во всем мире. И когда дефицит госбюджета США растет, то, соответственно, могут падать и рейтинги мировых кредитных агентств, которые каждый год выпускают свои репорты, и там они предоставляют рейтинги всем государствам. И это является одним из главных индикаторов для инвесторов. Но также, как я отметил, так как доллар является резервной валютой во всем мире, то это также несет риски, и люди начинают пересматривать, диверсировать свои госрасходы, свои доходы, и это может очень сильно влиять на это. Ирина, теперь хочу к вам обратиться. Вот наш эксперт в студии отметил, напомнил о том, какой большой госдолг в Соединенных Штатах сейчас есть, то, что он растет достаточно быстро, действительно уже превышает 35 триллионов 77 миллиардов долларов. И процентные расходы в 2024 финансовом году уже превысили по госдолгу 1 триллион долларов. Впервые такая цифра. Причем вот этот госдолг, он особенно быстро стал расти в последние годы. Я посмотрела статистику, допустим, в 2000 году он составлял 5,5 триллионов долларов. В 2019 году вырос до 22,5 триллионов долларов. И вот с 2019 до нынешнего года, то есть за последние 5 лет, он вырос еще на аж 13 триллионов долларов, то есть вот уже составляет более чем 35,5 триллионов. Почему так происходит? Почему такой невероятно быстрый рост за последнее время? Надо сказать, что инфляция действительно существует, но тут риск, но это даже не самое страшное. Потому что на самом деле, несмотря на все это, на этот рост инфляции, на данный момент не на самом высшем уровне, на котором она когда-либо была за последние десятилетия. На самом деле более страшная эта репутация доллара как валюты, то есть дестабилизация и потеря доверия международной общественности в долларе как международной валюте. Что же касается того, почему все это происходит, причина простая. Огромные затраты, причем не соответствующие тому, что они должны быть на самом деле. То есть обученным затратам, связанным с определенными оборонами или социальными расходами, речь идет о спецпрограммах, таких как инфраструктурные проекты, энергетические проекты и проекты по защите окружающей среды. Все это были триллионные, даже не миллиардные, а триллионные программы, которые далеко не соответствуют тому, к чему результатам, которых можно от них было ожидать. Например, проекты по защите окружающей среды, вот эти деньги, которые отошли в бюджет, потом застряли, потому что некому эти проекты приводить в исполнение на том уровне локальном, который должны были получать этот бюджет и потом его тратить. Просто нет инфраструктуры, соответствующей таким огромным затратам. И нет людей, тренированных, и нет общей готовности. То есть деньги ушли в никуда, можно так сказать. Фуат Малим, вновь вопрос к вам. Как уже упоминалось, очень скоро уже будут президентские выборы в Соединенных Штатах. И пока до сих пор непонятно, кто выиграет, потому что шансы на сегодняшний день, если отталкиваться от тех опросов, которые проводятся, практически равны у обоих кандидатов. Как вы считаете, как может измениться подход к бюджетной политике Соединенных Штатов, ну и, соответственно, сам бюджет, в зависимости от победы того или иного кандидата? Вне зависимости от того, какой из кандидатов победит, я считаю, что на сегодняшний день любой из этих кандидатов столкнется с большими проблемами. Так как в последние годы в Соединенных Штатах Америки вот каком нарастал вот этот количество, объем проблем, и поэтому вне зависимости, я считаю, что на данном этапе оптимального решения этому нет. В последние четыре года администрация президента Байдена, так называемая Байденомика, показала, что реальных результатов она не дала, и поэтому на сегодняшний день, даже часто во время дебатов, во время интервью, кандидат в президенты Камбла Хэррес, она пытается дистанцироваться от многих этих решений, она говорит, что я не президент Байден, мое президентство не будет продолжением президентства Байдена, но, к сожалению, от того, что есть какой-то негативный опыт, естественно, это накладывает свой отпечаток. В данном контексте, я бы сказал, что лично мне, мое сугубо личное мнение, импонирует больше политика президента Трампа, который все-таки за то, чтобы, за развитие реального сектора экономики. Он пытается всеми силами и обещает, что будет привлекать деньги в реальный сектор экономики, будет увеличивать промышленность, так как, вы знаете, последние годы, даже последние десятилетия, скорее всего, очень большие кластеры, промышленные кластеры ушли из Америки, ушли за более дешевые рабочие силы, за более низкими налогами, и целью Трампа является вернуть их в США, поэтому он так часто говорит о тарифах, он говорит о том, что он будет вводить тарифы против каких-то других стран, и будет пользоваться экономикой в какой-то степени, как, скажем, орудием. И, естественно, я такой подход понимаю. Почему? Потому что внешнеторговое сальдо Америки стало слишком, очень высокие негативные цифры, и поэтому они хотят вернуть промышленность в США. По последним данным Всемирного банка, доля США в экономике мировой, если я не ошибаюсь, упала даже чуть ниже 20%, что является катастрофически маленькой цифрой для них. Если помнить, что буквально 50-60 лет назад доля экономики США в мировом масштабе была более 50%. Поэтому я считаю, что в хорошем смысле, в хорошем плане, более радикальный подход Дональда Трампа, то он может быть более спасительным для экономики США. А касательно бюджетных расходов, как вы считаете, можно ли ожидать, что бюджетные расходы сократятся в случае победы Трампа, допустим? Я считаю, что этого ожидать не приходится, потому что каждый новый кандидат, каждый кандидат выходит со своим пакетом, со своей программой, со своим пакетом обещаний, которые он обещает превратить в жизнь. И эксперты оценивают эти пакеты от 3 до 5, 7 триллионов долларов, что, естественно, приведет к тому, что вновь будут одалживать деньги, и этот госдолг будет еще расти и расти. Но при этом, естественно, не надо забывать, что стимулирование экономики может привести к какому-то определенному балансу. Ирина, а как вы считаете, как итоги выборов могут отразиться на госдолге в Соединенных Штатах? Ну вот, допустим, Дональд Трамп в своих предвыборных обещаниях обещает то, что если он победит, он погасит этот долг. Честно говоря, сложно представить, как это возможно, учитывая то, что 35,5, уже даже больше, чем 35,5 триллиона долларов, как такой объем погасить. Но, тем не менее, чисто теоретически возможно ли сократить и выплатить этот долг? Или он будет и дальше расти, как снежный ком, увеличиваясь и увеличиваясь? Надо сказать, что не только он не сможет его погасить при всем желании, но на самом деле он этого не хочет. И если говорить откровенно, он лукавит в этом отношении. Со времен Джорджи Дабл и Буша долг рос. Причем каждый последующий президент его увеличивал намного больше, чем предыдущий. И Трамп не был исключением. При нем долг перешел от миллиардных более чем триллионами. И надо сказать, что те программы, которые он предлагает сейчас, если посчитать, сколько на них понадобится, затрат, увеличат и долг, и инфляцию еще больше. Возьмем пару примеров. Первый пример – это тарифы на всякие иностранные продукты. Разумеется, это поднимет цены на эти продукты в стране. И, разумеется, все это также приведет к инфляции. Вторая проблема, которую он предлагает, это снять налоги с полиции, военных и пожарных. Разумеется, это уменьшает налоговую базу. Это означает, что это увеличивает или увеличит налог на всех остальных, или увеличит инфляцию. Так как понадобится все равно валютная база, которую придется увеличить каким-то образом, если не снятием налогов, то производством больше валюты. Так что в любом случае рост долга гарантирован. Но он это отшателем скрывает. Люди просто не слушают то, что им выгодно для их собственного интеллекта, и не обращают внимания на общий конец всех этих затрат. А Камала Харриск, какая у нее позиция относительно долга? Вообще при ее президентстве возможном, как вы считаете, как эта ситуация будет развиваться? Она даже не предлагает уменьшить, понимая, что это совершенно нереально, но она его не старается и не заморозить на определенном уровне. Она уже объявила, что ее социальные и прочие программы будут стоить более полутора триллионов долларов, что, разумеется, добавит нынешней сумме. Так что она также не отказалась ни от одной из тех программ, которые, я упоминала, в этой администрации привели к огромному росту долги, при этом полностью себя не оправдав. Она ничего от этого не отказалась. Так что, думаю, что ее поведение в качестве президента будет аналогична. Пуатмалим, вновь вопрос к вам. Немножко давайте отойдем от Соединенных Штатов. Вообще дефицит бюджета часто бывает у многих стран. Конечно, не такой огромный, не такой гигантский, но тем не менее. Даже, допустим, если взять Азербайджан, у нас бюджет на этот год спланирован с небольшим дефицитом. Возможно, что-то изменится. Бюджет пересматривается в течение года. То есть по итогам года, возможно, получится и не дефицит. Но пока прогнозы такие. Где та грань, где дефицит представляет угрозу и где дефицит не представляет угрозу? До какого уровня вот этот дефицит допустим? Как я уже отметил вначале, что мировая практика показывает, что дефицит госбюджета по отношению к ВВП не должен превышать 10%. То есть 10% это считается, что госдефицит находится под контролем государства. Когда он начинает выходить из-под контроля так, как это происходит в Соединенных Штатах Америки, это начинает расти низкие риски. И тем более, если мы говорим о таком глобальном игроке, как США, то это несет риски в мировом масштабе. Я хотел еще добавить, вот Ирин Хам сказал, Дональд Трамп, кстати, он сказал, что мы покроем весь госдолг США при помощи биткоинов, которые у нас есть. Но это, опять же, естественно, вновь спекулятивно, поэтому не знаем, насколько это соответствует правде или нет. Как я уже отметил, 10% является порогом риска. То есть для Азербайджана те же рекомендации? Для Азербайджана примерно те же рекомендации, так как в Азербайджане на сегодняшний день созданы хорошие условия для инвесторов, иностранных инвесторов, то, естественно, для них этот показатель очень важный. Поэтому я считаю, что Азербайджан уделяет очень большое внимание тому, чтобы не разбухал наш госдолг, то есть дефицит госбюджета. Ирина, вновь вопрос к вам. Вообще специфика госдолга Соединенных Штатов заключается в том, что он, по сути, весь внутренний, по большей части внутренний облигация выпускается исключительно в долларах. Делает ли этот долг безопасным для американской экономики? Или все-таки риски есть? Иногда Соединенные Штаты сами себе прощают собственные долги и таким образом обнуливают ситуацию в некотором смысле. Но, честно говоря, в последние, скажем, 15-20 лет этого на самом деле не происходило. Долг продолжает расти. И надо сказать, что причина, по которой политики не слишком беспокоятся об этом вопросе, это потому, что они принимают статьи из иностранных покупателей этих долгов прекрасно понимают, что если они вдруг разом возьмут и затребуют эти долги обратно, то произойдет коллапс экономики, включая их собственных. Один из главных до некоторых пор скупщиков таких облигаций за рубежом был Китай, сейчас это, кажется, стало Японией, но в любом случае результат будет одинаково печальный для этих стран, если вдруг они неожиданно затребуют всю эту сумму обратно, считается, что вроде бы ничего не произойдет, что этот долг как бы теоретически на самом деле его не обязательно вот так вот уж возвращать. Фуатмалим, вновь вопрос к вам. Этой осенью Федеральная резервная система Соединенных Штатов начала изменения своей политики. Если последние пару лет ставки базовые повышались, то вот с этой осени начались понижения. Первое понижение произошло с 2020 года и по прогнозам ФРС это понижение продолжится и дальше. Это как-то может повлиять в перспективе на объемы бюджета Соединенных Штатов, на дефицит бюджета? Однозначно. Мы должны понимать такую специфику, что управление бюджетом США сильно зависит от эмиссии денег, которые совершает Федеральная резервная система ежегодно. Обычно ставки меняются в зависимости от того, насколько увеличивается или уменьшается госдолг Соединенных Штатов Америки. И на данном этапе мы должны понимать одну вещь, что одалживать деньги становится все дороже и дороже. Существует очень большой риск разгона инфляции. Поэтому в последние буквально в течение 2024 года ФРС перешел на более адресную, на более точечную помощь финансовым институтам. Потому что раньше практика была, точнее всегда практика была основана на том, что ФРС купал государственные бумаги и при этом осуществляет вливание денег в экономику. Но на данном этапе, как я уже сказал, систему они пытаются переформатировать и делать это более адресно определенным финансовым институтам. Ирина, а вы как считаете, то, что началось наконец ожидаемое понижение ставок, какой эффект будет на американскую экономику? Вообще не рано ли начали вот этот процесс или может быть не поздно, а вот в преддверии выборов как-то начали? Связаны ли два этих события на ваш взгляд? Ну, на самом деле это никого особо не удивляет, что какие-то политические идеи, разумеется, дума за кулисами есть, но в принципе все это не столь уж необычно и так уж получилось, что совпало в некотором смысле. Могли ли они подождать пару месяцев до после выборов вполне возможно. Но на самом деле учитывая, что оба кандидата предлагают инфляционные программы, не представляя, каким образом это кому-то из них особо поможет. А касательно связи политики ФРС и объемов госдолга Соединенных Штатов, есть ли какая-то связь? Вот сейчас ставки понижаются, соответственно, как-то это отразится на долги? На самом деле все это сейчас учитывая, что всего пару месяцев это все начало, этот процесс начался всего за пару месяцев до выборов, то большого политического эффекта точно не будет, слишком уж мало времени. А что касается экономического эффекта, то тоже говорить об этом рано. И честно говоря, долг настолько обширный, что не думаю, что постепенное изменение в этих ставках будет сыграть такую же большую роль, если сам процесс при этом не приостановится, если, допустим, будущий президент не решит, что слишком дорого продолжать вести вот такие вот затраты и не присмотрит собственную предложенную программу хотя бы. Пока что я не вижу, чтобы это происходило, и, надо сказать, от Конгресса большого давления тоже в этом смысле нет. Фуатмалим, вновь вопрос к вам. Вот Ирина отмечала, что одним из рисков высокого долга, высокого дефицита бюджета является снижение доверия к доллару в международном масштабе. Видите ли вы этот процесс уже сейчас и к чему это может привести? Место доллара, на что могут переходить другие страны? Есть ли какие-то альтернативы? Однозначно этот риск существует, так как в мировом масштабе 80% транзакций по всему миру происходят в долларах. Очень маленькое количество транзакций происходит в других валютах, поэтому мы называем доллар резервной валютой. В то же самое время, как Ирина отметила, такие страны, как Япония, Китай, являются держателями американского госдолга, и поэтому если в один день они решат эти деньги потребовать обратно, то это может привести к коллапсу мировой экономической системы. Поэтому естественно этот риск присутствует, но я думаю, что администрация США это тоже прекрасно понимает, и вот те проекты, которые на самом деле обещают, скажем так, опять же вернемся к выборам оба кандидата, то они рассчитаны на то, чтобы обязательно эту проблему затронуть в будущем, снизить объем государственного долга, увеличить промышленность, но это же опять же будет понятно после выборов, что естественно в каком направлении будет двигаться финансовая система, финансовый поезд. Ирина, а вы как считаете, есть ли альтернативы доллару на сегодняшний день? Ну вот когда-то был евро относительной альтернативой, как минимум в регионе, сейчас вот влияние юаней, допустим, растет, кто-то переходит на платежи в юанях, есть предложение по созданию каких-то альтернативных валют в каких-то регионах, там валюта ШОС, валюта БРИКС и так далее. Ну это давно обсуждается, но вот сейчас с новой силой этот вопрос поднимает. Насколько реально альтернативу это все может составить доллару? на самом деле на самом деле это не имеет слишком большого эффекта, потому что, во-первых, валюты БРИКС совершенно нереальны, слишком различные экономики среди этих стран, слишком много недоверия и общих несогласий по разным другим вопросам. А что касается юаней, да, его используют для определенных особенно энергетических сделок, и его особенно любят использовать, чтобы обойти американские и западные санкции, но на самом деле полностью переходить на него никто не собирается, причина потому, что Китай печально известен своей манипуляцией собственной валютой и это представляет риск даже для тех стран, которые иногда предпочитают использовать юань для каких-то определенных транзакций. Поэтому не думаю, что в ближайшее будущее это изменит. Но опять же, чем слабее доллар и чем больше неуверенности в его стабильности, тем чаще будут использовать какие-то альтернативные валюты для каких-то определенных сделок. Это полностью доллар не сместит, но разумеется, это тоже подрывает его имидж. А как вы оцениваете перспективы создания каких-то наднациональных валют, о котором сейчас говорится? Не думаю, что это что-то перспективное в ближайшем. В будущем вся мировая экономика построена на индивидуальных валютах и даже евро, который казался когда-то перспективным, было время, когда оно даже было сильнее, довольно существенно, снижение. Доллар сейчас под грузом внутренних экономических проблем и дивизий тоже потерял свою былую силу. Так что я не вижу сейчас ни одного региона, который способен создать что-то более прочное. Сейчас наоборот мы видим дестабилизацию по всему миру, что не сопутствует созданию очень сильных валют. Фуат Малим, вновь вопрос к вам. На этой неделе как раз состоится саммит БРИКС и в частности на повестке дня конечно обсуждение единой валюты БРИКС, хотя эта тема поднималась раньше. Вы как считаете, есть ли перспективы такой валюты, вообще возможно ли ее создать и могут ли страны БРИКС договориться по этому вопросу? Потому что слишком разные, слишком большие экономики с разными интересами. Вы абсолютно правы, слишком большие страны, слишком большие экономики, структуры экономик абсолютно разные. Естественно, этот альянс очень интересен само по себе как политическое образование, но насколько он реалистичен как экономическое образование, это покажет время. Я часто говорил об этом, что Соединенные Штаты Америки имеют более 50 штатов и каждый из этих штатов является отдельным государством. между штатами существуют экономические отношения, но все-таки система одна единая, поэтому Соединенным Штатам легче балансировать в этом плане. А страны Брихс, так как я отметил, они все-таки очень разные, но как минимум то, что это диалог есть, как минимум то, что это произносится вслух и об этом говорят, то это значит, что в данном направлении есть какое-то движение и время покажет, насколько это реалистично или нет. Ирина, вновь вопрос к вам. Возвращаясь к выборам, сейчас, конечно, об этом все говорят, о выборах, все ждут каких-то изменений, как в Соединенных Штатах, так и за пределами Соединенных Штатов, в частности, изменений в экономике. Как вы считаете, какие самые большие изменения возможны по итогам этих выборов? Я имею в виду именно экономические изменения. Думаю, что если станет президентом Харрис, то, скорее всего, ситуация останется именно такой же, как она сейчас есть, потому что она на данный момент никаким образом себя не отделила от политики Джо Байдена. Разумеется, многое будет зависеть от Конгресса, изменений в Конгрессе, потому что, в конце концов, Конгресс контролирует растраты и она может затребовать деньги, которые просто могут не дать, что, впрочем, также верно и с Дональдом Трампом. Все будет очень сильно зависеть от состава Конгресса. И на данный момент трудно предсказать, что, чем все это закончится, разумеется, обе партии будут стараться всеми силами ставить дугу. Палки в колеса, мы видели, что Конгресс последние два года мало чего достиг, при этом довольно существенные траты все равно продолжались, несмотря на то, что республиканцы в Палате представителей всеми силами пытались противостоять. То есть, всегда есть способ потратить деньги, особенно, которых нет на самом деле. Теоретически, что касается Дональда Трампа, то у него будет скорее политика дирегуляции. То есть, он будет продолжать ту самую систему, которая была во время первого срока. В некотором смысле это будет стимулировать экономику, освободив ее от каких-то ограничений и требований от правительства. Энергетическая политика тоже будет более свободна. Байден заморозил, например, экспорт ликвицированного газа последний год своего срока. Трамп, скорее всего, это довольно быстро освободит и также разрешит разработку нефти и газа для внутренних потребностей, что сильно понизит цены внутри страны, да и снаружи тоже окажет давление на ОПЕК и прочие страны, производящие нефти и газ. Это, думаю, пара из главных изменений, которые стоит наблюдать. Все эти требования, связанные с защитой окружающей среды, ИСГ и так далее, думаю, тоже будут не слишком усердно за ними усердно последовать политики Байдена, скорее всего, многое из этого отменят и будут продолжаться, конечно, частные разработки интересов в альтернативных источниках энергии, например, ядерной энергии, но, думаю, что это будет связано с каким-то ужесточенными требованиями от правительства и больше будет свободы рынку и частному сектору в этом смысле. Фатмалим, и последний вопрос к вам. Америка крупнейшая экономика мира, все, что происходит там, отражается на всем мире, в том числе и на Азербайджане отражается, может быть, не напрямую, но, тем не менее, влияние определенное есть. Как вы считаете, по итогам выборов стоит ли нам ждать каких-то изменений, я имею в виду в плане экономики, от влияния из Соединенных Штатов, в частности, сотрудничество экономическое с Соединенными Штатами? Однозначно сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и Азербайджана продолжается вне зависимости от того кандидатов и итогов выборов и так далее, так как это имеет свой исторический цикл отношений между Азербайджаном и Америкой. Вы абсолютно правильно отметили, какие-то турбулентности в экономической сфере США, они не могут не затронуть какую-либо страну мира, естественно, это будет затрагивать всех, но я могу сказать, что в последние годы, в последние десятилетия в Азербайджане был создан крепкий фундамент экономической модели, которая рассчитана на то от обережения себя, от внешних рисков, от внешних факторов. Но, естественно, в сегодняшний день у нас есть серьезные возможности по увеличению государственных доходов, в то же самое время по увеличению расходов бюджета у нас есть серьезные возможности. При этом, естественно, надо не забывать стимулировать экономику, при этом, естественно, надо повышать инвестиционную привлекательность государства, при этом, естественно, надо следить за показателями инфляции и так далее. Но у Азербайджана существует, я считаю, что уникальная экономическая модель, так как Азербайджан является участником очень многих проектов в нефтяной сфере, в ненефтяной сфере, транспортные коридоры и так далее. И я считаю, что потенциал для роста существует и достаточно большой. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время подошло наше к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Фуат Панахов, главный операционный директор компании Баку Пэй. А по видеосвязи из Соединенных Штатов к нам присоединялась Ирина Цукерман, журналист. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Говорили мы сегодня о возможных изменениях в экономической политике Соединенных Штатов после президентских выборов. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова